Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи называется «Истина в одеждах притч». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Александр. Талантливый писатель и острослов Марк Твен говорил следующие слова. «Правду следует подавать, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце». Вот скажите, а как преподносили правду и истину библейские пророки? Я думаю, что целая, наверное, палитра существует относительно того, как разные люди, пророки, они могли преподнести ту или иную весть. Это могло быть даже визуально. Мы в одной из программ вспоминали пророка Иеремия, который Ермо на шею одел. Это были слова иносказательные притчи, либо это было сказано, может быть, прямым текстом. Это могло быть сказано даже угрозой пророк Иона в Ассирии и в Неве. То есть конкретно покайтесь, а то в третий день то и то произойдет. То есть разные способы, разные формы, которые вкладывали свои слова в эти формы, чтобы тот слушатель понимал, что нужно ему как-то отреагировать на эти слова. И я думаю, что в священописании пару может быть мест для сравнения. Можем зачитать. Ну, давайте. Ну, к примеру, книга-притч. Подождите. Вы говорите, самым разным образом могут говорить. Да. Самым разным. Иногда наглядно, иногда прямо в лоб, иногда аккуратно витиевато там метафорами, образами, притчами сравнениями. Знаете, есть такая притча. Один восточный властелин увидел сон, что у него выпали все зубы. Зовет толкователя и говорит, ну, что это значит? Объясни мне значение сна. Тот выслушал его и говорит, худой сон, царь. Это значит, что все твои близкие люди умрут, а ты останешься живым. Заточить, выбросить. Второго мудреца зовут, говорит, славный сон, царь. Ты переживешь всех людей, кто тебя окружает. Наградить и прочее, прочее. И тогда окружающие говорят, а как же, ну, они же одно и то же сказали. А здесь такой нюанс. Все зависит не только от того, что мы говорим, но и как мы говорим. Сколько серьезно пророки относились к той форме, в которую они влекали божественную весть? Конечно, серьезно. Мы не можем сказать, что они бездумно. То есть, к примеру, Господь отправляет пророка, иди скажи так, и так, и так. И, ну, там, пророк, может быть, не реагирует, без внимания, и как-то так, ну, пренебрежительно это делает. В силу, наверное, своей образованности, интеллектуальности, может быть, мировоззренческих каких-то там взглядов пророки, ну, или в силу, может быть, той же политической какой-то ситуации. По-разному нужно было как-то сказать, как-то вот представить вот ту информацию, да, там, или обличительную, или, там, вдохновляющую, или какое-то иное другое, там, ну, повествование нужно было сообщить. Вот, поэтому, ну, вот притч. Давайте. Вот притч, вот, к примеру. Смотрите, очень кратко, ну, довольно так понятно и очень важно. Золотые яблоки, это 25 глава книга притч, золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. То есть, смотрите, какое-то интересное сравнение, ну, драгоценные металлы, золото и серебро, и, то есть, вот, насколько важность там слова, да, то есть, не просто как-то пренебрежительно, а сказать, ну, вот, с какой-то, ну, там, и либо красотой, и мудростью, и насказанием, и так далее, и так далее. То есть, важно не только, что ты говоришь, но и как ты это делаешь, да? То есть, правду, как можно подавать, как пальто, а не обязательно там, ух, швырять. Ну, я вот на польском афоризм вспомнил, я его переведу, да? Звучит она так. Процитируйте ее в оригинале. Да, хорошо. Звучит она. У нас многообразная аудитория. Не мувь, цо мыслишь, а мысль, цо мувиш. Переводит. Не говори, что думаешь, а думай, что говоришь. То есть, не говори, что думаешь, а думай, что говоришь. А думай, что говоришь. В общем, мысли нужно фильтровать. И прежде чем сказать человеку, взвесить, и как оформлять, и как это преподнести. Но вот в этом данном случае, наверное, притча. Вот говори, то есть, как оформить эти слова. Книга Экклесиаста. Вот пару текстов, 12 глава. Кроме того, Экклесиаст был мудр. Он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. «Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составляли их от единого пастыря». То есть, смотрите, какие сравнения, да, то есть, слова, как он относился. И, ну, мы знаем, Экклесиаст Соломон был очень мудрым человеком, который в свое время готовый и послушать были, который составил множество различных притч и другие поэтические книги. И задача не только в том, чтобы сказать правду, а задача, Библия говорит, в том, чтобы правда прозвучала в сознании того, кому она доносится, чтобы она нашла путь к его сердцу. Конечно, потому что, ну, разная может быть реакция у человека, да, ведь и слово можно покалечь, и слово можно и убить. Вот. Слово имеет, ну, огромное значение. Не зря, наверное, в древнееврейском языке слово «дабар». Оно имеет значение два – и дело, и слово. То есть для израильтян, ну, в древности, не знаю, как в современности, но в прошлом сказать слово – это, ну, не просто там как-то вербально произнести его, оно всегда имело свой какой-то адресат, свое какое-то назначение, свою какую-то цель, которую должно достигать. И я читал, помню, в одной из статистик, может быть, я сейчас не припомню, где-то либо в энциклопедии, либо где-то в комментарии, что было такое сравнение, что вот на момент из жизни времен Иисуса Христа, вот, древнееврейский словарь насчитывал 10 тысяч слов, 10 тысяч слов, вот, в то время, когда древнегреческий, как вы думаете, сколько? Поболее будет. Ну, с учетом того, что греки, эстеты, философы, да, то их больше, конечно, словарь на запас был слов – 200 тысяч слов, 200 тысяч слов, вот. Вот, поэтому, ну, наверное, отношение, вот, у евреев слова имеют конкретно какое-то прямое назначение, и очень, ну… Скромнее, но зато достигающий, как подтверждено цель. Да, золотой запас имеющий. Ну да, слово не воробей. Я думаю, что, опять же, мы можем примеры зачитать священописания. Давайте, вот какой-нибудь пример, где пророк находит соответствующую форму для каких-то острых, сложных таких, опасных слов. Да, вот и у нас есть как раз-таки пророк, приходит Давиду, вот, я думаю, что… К царю. Многие читатели священного писания сразу вспомнят эту историю после случая того с женщиной, которую вот он, ну, изменил. И, в общем, такая, ну, в его биографии такая трагическая, да, тут такая ситуация. Плюс еще муж был отправлен этой женщиной на войну и погиб. Вот, и это очень для царя и для человека, но ставленника, вот, который представлял Бога, это очень, ну, трагично. То есть Давид сделал страшный грех. Страшный грех. Любодейство, убийство, ложь и еще… Да, все то, что это окутывает, все в комплексе, да. Пророк должен об этом ему прямо сказать, царю. Пророк должен сказать, конечно. Ногой дверь открывает и говорит, ты, прелюбодей, убийца, негодяй. Не так говорит. Далеко не так. Далеко не так сказал, и я даже не представляю, вот, как бы, наверное, отреагировал бы Давид, если бы что-то подобное произошло. Приходит на фану. Я думаю, что вот у него очень такая, ну, тактика довольно мудро, выдержанная. И то, что мы с вами говорим, у него вот слова использованы для этого правильно. 12 глава, вторая книга царств. Ну, даже, может, мы еще с 11-й зачитаем последних два текста. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом, и в дом свой она сделалась его женою, и родила ему сына». И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богата было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую и выкормил. Она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и было для него как дочь. «И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или валов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, за то, что он не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты этот человек». Вот так поступает Нафан. То есть перед пророком стоит задача обличить царя. Да. И дальше он уже решает то, каким способом это сделать. Да. И видите, ну, опять же, может быть, окажется какой-то вот другой способ передачи, там, да, обличить на этой вести. Как бы это реагировало, Давид? Сложно сказать. Ну, по крайней мере, мы можем однозначно сказать, что Нафан поступает мудро. И, ну, в этой пречи все хорошо понимает. Давид, вот, он реагирует, он вот вносит какой-то там вердикт по справедливости, да, наказать и так далее. Сам себя совесть. Практически себе приговор. Вот. И Нафан говорит, заключается, ну, все, вот, это ты. Вот, сколько многое от слов зависит, от той формы, в которую мы облекаем слова, весть. Знаете, как в русском языке стилистики. Можно позвать кушать по-разному. Я могу позвать, сказать, идите, есть. А могу сказать, жрать подано, идите. А могу сказать, извольте кушать, да, кушать, есть и жрать. И вдруг то, что происходит, вроде бы мы одно и то же самое будем делать. Картошка тут стоит. А скажи по-разному, и... Конечно, другая реакция, другое отношение и, ну, другая подача. Конечно же, здесь это очень важно. Вот, в Священописании, ну, вот, существует вот эта палитра, да. Вот, как для читателя разных жанров, да, то есть отдельные случаи, отдельный человек, отдельный пророк. То есть, как он идет, как он говорит. Иной раз, вот, как мы уже сказали, он говорит прямо, в лоб, конкретно. Вот, потому что, ну, видимо, ситуация как-то созрела, и надо что-то решать. Вот, и бывало. А вот Сын Божий, Иисус Христос, он как чаще всего обращается, обличает? Как вот, какие формы он использует? В Священописании, да, конечно, когда мы читаем Евангелие, достаточно немало притч. И даже конкретно написано, и говорил он притчами, да, и там, и даже иногда там народ не понимал. И ученики там спрашивали, а что бы это значило? Вот, это, ну, наверное, ну, как-то такая восточная, наверное, традиция еще, наверное, вот такими притчами говорить. Хотя, я думаю, что это уже универсально, используют все. Может быть, вы считали, знаете, статистику, притчи преобладают над другими формами речи, и сколь много их? Мне кажется, даже преобладают притчи. Вот если мы вообще вот Евангелие от Луки возьмем, посмотрим, посмотрите, это построение там, где-то уже середины книги Евангелия от Луки, идут притча за притчей, притча за притчей, притча за притчей, да, и там объяснение. Поэтому, ну, есть объяснение, то есть, конечно же, есть объяснение. Вот, видно вот этот жанр, который, ну, человек, ну, более обостренно у него какое-то мышление к этому, да, вот, к слышанию в таком ненасказательном виде. Видимо, так. Ну да, пойди, скажи царю, ты преступник царю, восточная деспотия, там, царь, и пойди ему расскажи историю, где он сам себе приговорил. Да, конечно, конечно. Да, уже куда деваться? Ты этот человек. Вот так и вот так. То есть здесь способность Бога, пророка подцепить сердце грешника на крючок спасения. Ну, на спасательный круг, быть может. Вот у Вадима Шефнера, петербургского поэта, есть такие слова. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повезти. А как, в каких формах обращаются христиане, пастыри, наставники, учителя к народу? Как их обличают, как несут весть Божью уже после времен Христа и апостолов? Вот если мы говорим о христианском периоде, если мы будем вспоминать вот восточнославянские земли по-разному, то есть вот опять же использовалась для этого разнообразная палитра вот того, чтобы что-то сказать или что-то написать в публицистике, там, выразить в письме. К примеру, мы уже вспоминали в одной из передач, переписка Ивана Грозного Андрея Курбского. Без метафор, без, наверное, аллегории, без каких-то такого, ну, не всегда и насказания, напоминаний каких-то текстов, может быть, священно-описаний. И где-то вот прямо, особенно, наверное, когда Иван Грозный вот прямо отвечал так, конкретно там отвечал, вот, используя, может быть, конечно, слова такие эмоциональные, но в то же время было вот, ну, по-разному. Плюс использование, конечно же, вот такой аллегории и насказания было у разных христианских вот таких подвижников, авторов. И Иоанна Златоуста, там мы можем вспомнить, ну, само его, но уже впоследствии именование Златоуст, да, то есть человек, который, ну, изрекает нечто, вот, золото, да, то есть нечто, вот, ценность какую-то, то есть умело, грамотно, интересно, вот. Вот, ведь фамилий не было, участь не было, давали прозвище, прозвище, там, Федор Косой, там, Петька Хромой, а он получает, или Светополк, там, Окаянный, да, а он получает почему-то, за что он получает прозвание такое, он ведь тоже телесные губы у него-то. Ну, конечно же, понятно, что, ну, вот, христианская традиция, его, ну, проповеди, его мысли, которые известны, которые, вот, читаются, в нем видно вот эта мудрость, в нем видно эта красота, которую он, вот, доносил, какие-то евангельские истины, свои какие-то там проповеди, и, наверное, прозвище это получил Златоуст. Ну, может быть, ну, впрочем, их немало, различных авторов. А вот есть среди восточных славян подобные люди, там, белорусов, русских, украинцев, люди, которые могли бы носить подобное прозвище? Да, немало, там, и, к примеру, мы можем вспоминать, известно, там, и Климента Смолящича, или Кирилла Туровского, и, вот, может быть, и Кириллу Туровским, и хотелось бы, там, может быть, чуть-чуть остановиться и вспомнить его, такое аллегорическое, вот, произведение. Притча о душе и теле. Уже сразу задает форму. Да, притча. То есть он уже, да, читателя сразу, вот, настраивать, что это будет притча. Вот, суть притчи, что слепой человек посадил на плечи, вот, Хромова, и, тем самым, они, там, у хозяина, там, ограбили, там, виноградник, так? Ну, он не просто, вот, как-то так написал, чтобы, ну, как-то беспричинно, безмысленно. Не просто красивая аллегория, там, мечта больше. То есть, ну, уже сама, вот, ну, слепой, хромой, вот, два, ну, человека, который имеет увечья, ну, пытается, вот, что-то вот так сделать. Но в данном случае, для Кирилла Туровского, вот, именно, вот, слепец, вот, в этой притче, это душа, а, вот, хромой, это тело, вот. Вот, и, вот, в данном случае была надресована эта притча, вот, двум важным человекам в свое время. Ну, из-за храма с слепцом и слепцом скрываются вполне конкретные иллюзии. Конкретные иллюзии, да, 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 да. И, видимо, довольно-таки знатные, что о них нельзя говорить прямо. Да, это речь шла о князе Андрея Боголюбском, князе Ростовско-Суздальского княжества, вот, и о ростовском епископе Федоре. Вот, те мотивы, те политические какие-то, ну, амбиции, которые были у Андрея Боголюбского, там, расширить свое, там, государство, там, захватить, там, Киев. Кстати, Кирилл Туровский, да, отделиться, да. Кирилл Туровский, то есть, вот, Туров, он, наверное, как раз и входил вот в княжества, может быть, и Киевское, и Ростовско-Суздальское в это время. То есть, он понимал, видел, вот, происходящие вот эти, там, процессы. Епископ Федор, ну, его Андрей Боголюбский отправляет в Константинополь для того, чтобы вот получить вот эту митрополию, автономную такую, да. Автокефалии быть независимым от киевского митрополита. Да, от киевского митрополита. Вот, Кирилл Туровский, в виде это, понимая и оценивая это, ну, вот, в такой обличительной, вот, этой пречи, вот, используя, что вот, ну, тело хромой, душа слепец, как в виде того, что вот это образ князя и образ вот этого епископа Федора. Вот, тем самым, помогая понять вот это заблуждение, вот эти амбиции. Безумие происходящее. Безумие, которое, ну, не должно этого быть. Вот так Кирилл Туровский, в принципе, ну, в такой притче. И этих, ну, я думаю, что немало. Я просто думаю, мы, у нас время не позволит больше как-то там остановиться. Даже, может быть, им можно было бы зачитать. Но, я думаю, что и зритель может быть при желании найти, почитать. И это даже, я думаю, интересно. Многие конфликты в семье, на работе, в церкви происходят из-за того, что мы, люди, либо свинцовыми словами выстреливаем друг по другу, обличая, вот, бросая правду, как мокрое полотенце в лицо. Либо иногда носим зло под сердцем, молча, там, не желая испортить отношения, какие-то, ну, тоже такие корыстные. Вот как научиться облекать нужные и важные слова, которые необходимы, должны быть сказаны, в соответствующую форму? Где найти золотые уста или хотя бы позолоченные? Ну, по крайней мере, это вообще возможно. Так. Это вообще возможно. Мы не безнадежны. Да, это самое главное возможно. И возможно это каждому человека. Вот. И здесь, ну, не надо, может быть, обладать такими-такими красноречиями и быть там златоустом, да, или там, как Кирилл Туровский, или Смолятий, еще вот такие. Хотя бы серебряноустом. Не обязательно. То есть, обычный человек, в хорошем смысле, среднестатистический, он может, ну, нормально выстраивать отношения, нормально, но общаясь нормально. Разговаривая. То есть, без, ну, вот каких-то вещей, каких-то слов, которые могут, ну, ранить, обидеть, унизить и так далее. Ведь это же вполне реально. Ведь практически бывают проблемы, вот, очень серьезные, вот, на бытовом уровне, в семье, там, где-то в трудовом коллективе, заканчивая целыми, ну, какими-то проблемами, конфликтами уже такими национальными. И там просто, вот, связаны какими-то словами, или, там, унижением, или каким-то пренебрежением. Поэтому, возможно, конечно же, человеку. Однозначно, здесь не нужно находиться, там, с утра до вечера в библиотеке, да, чтобы, как это мне так красочно, там. Но не исключает того, посещение библиотеки, чтение, конечно же, не исключает. Самое главное, по крайней мере, человек минимум, то, что может быть воздержан в плане, вот, какой-то пылкости, горячности своей, там, да. Это книга-притч «Долготерпеливый лучше храброго и завоеватель города, и владеющий собой лучше завоевателя города». То есть, быть человеком, владеть собой, то есть, лучше промолчать. Конечно же, бывает, эмоциональный человек настроен, готов он там просто лавину обрушить, может, подождать какой-то момент, там, до десяти посчитать, я не знаю. На китайском, на языке, которого он не знает, желать. Чуть-чуть, ну, какой-то, потому что, ну, слова, конечно, могут просто людей развести на долгие, вообще, там, сроки. В семьях, там, дети могут быть оскорблены и помнить какое-то слово родительское долгое время, всю жизнь. Жены и мужья, просто знакомые люди, там, коллеги по работе. То есть, нужно выдерживать паузу, нужно обдумывать. Пауза, конечно, пауза, обдумывать. Ну, это, может, такая практическая сторона, но всё же мы творение Создателя. Ну, и человек, он же не генератор этой жизни, он уже не может себе на кнопочку как-то нажимать и, ну, как-то так сам реализовываться в этой жизни. Там, просто, там, задавать какой-то, там, например, там, там, ритм сердца своего. То есть, мы зависим от Создателя. Не просто физиологически, интеллектуально, нравственно, во всех, ну, в сферах нашей жизни. Поэтому, почему бы человеку, вот, не обратиться к Создателю, который лучше знает, что для человека может быть. Помочь в каких-то ситуациях, в сложностях, обретать вот эту златоутость, чтобы выражать красоту, может быть, пользоваться как-то, ну, риторически, интересно, грамотно идти, красиво преподносить слова, там, в семье, окружающем. Просто вести какой-то диалог, дружеские отношения поддерживать. То есть, все это возможно. Священное Писание обогащает человека. И дает подходящий славу. Потому что то слово творческое, которое создало из ничего этот мир, это же творческое слово, оно и действенно и сегодня. Спасибо вам, Олег, за наставления, советы. Практическое руководство по словотворчеству доброму, хорошему, назидательному. Дорогие друзья, Бог дал человеку дар слова, дар речи, чтобы мы могли достигать сердца ближнего. Не ради правды одной, чтобы рубить правду матку, но чтобы исцелить сердце нуждающегося. Когда вы переживаете, найдите время, обратитесь к Богу, чтобы Он дал вам соответствующие слова, чтобы правда была обличена вами в подходящую форму. И тогда сердце ближнего, согрешившего, который услышит слова назидания, обличения, оно, возможно, раскается. И такой человек вернется на путь правды. Пусть ваши слова будут золотыми яблоками в серебряных сосудах. И Господь обязательно благословит вас. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok